Вице того, что они этот сезон начали в Дворце спорта Локомотив, проводили первую свою домашнюю игру, Дворец спорта Локомотив станет их домашней ареной. Кроме того, я хочу отметить, что в этом году второй раз подряд мы будем проводить матч звезд в Суперлиге. По срокам мы его сдвинули ближе к серединке, чемпионата в конце января проведем. Чемпионат обещает быть интересным, потому что на одну команду меньше, составы команд Суперлиги укрепились хорошими исполнителями, поэтому мы ожидаем, что будет большая конкуренция. И завтра у нас ждет очень интересная игра, в которой встречается чемпион прошлого года, команда Буниверинг и обладатель Кубка Украины, команда Днепр. Во Дворце спорта в 19.00 мы вас всех приглашаем. Если помните, в прошлом сезоне эти две команды разыграли финал Кубка на этой игре, было рекордное количество зрителей, более 7000 человек. Так что приглашаем всех завтра на баскетбол. Кроме этого, я хотел бы вам представить логотип нашего юношеского чемпионата, так называемая ВЮБУ, всеукраинская юношеская баскетбольная лига. Эти соревнования проводятся уже около 20 лет, но в это тяжело поверить, но у этих соревнований не было логотипа. Вот сейчас только мы его разработали. Вот так вот он будет выглядеть. Вы сегодня первые, кто видит этот логотип. Вот так он будет смотреться на футболочках. Здесь мы видим юного баскетболиста, который с маты с баскетбольным мячом. И вот этот вот круг, цикличность, символизирует объединение нас всех вокруг идеи развития и важности детского баскетбола, который в принципе стоит в фундаменте всего нашего баскетбола. У меня все. Новый формат чемпионата мира. И это будут отборочные игры сейчас начинаться к чемпионату мира 2019 года. И у нас будет возможность увидеть наши сборные команды. Ну, мужская будет бороться за право выхода в финал чемпионата мира. И окна специально. ФИБА сделала окна. В регулярном чемпионате мы увидим в ноябре наших сборных. И увидим их в феврале. Мужчины, еще мужчины сыграют в июне. А женщины будут играть по старой системе. У них тоже окна в ноябре и феврале. Вот. Женщины будут бороться за право выхода в финал чемпионата Европы 2019 года. Вот. По поводу назначения главного тренера женской сборной. Вы знаете, что главным тренером был утвержден Кирилл Большаков. Но на тот период времени он был спортивным директором клуба Канту. Вот. После того, как мы его утвердили, буквально там через несколько дней его назначили главным тренером. Вот. И получилось так, что у него нет физической возможности участвовать в отборочных играх женской сборной. Потому что окна мужские не совпадают с окнами женскими. Поэтому, когда девочкам надо будет играть, готовиться играть, в это время у него будет чемпионат Италии проходить. Вот. Поэтому нам в срочном порядке пришлось искать нового главного тренера. И выбор пал на города Божковича. Это черногорский специалист, который три года он был главным тренером будочности из Подгорица. Это лучший клуб в Черногории. Вот. Достаточно опытный тренер, который, ну, в принципе, всю свою карьеру он работал в женском баскетболе и знает хорошо специфику женского баскетбола. Ну, вот так. Ну, а чемпионата высшей лиги мы надеемся, что там, что в этом сезоне тоже конкуренция возрастет в высшей лиге. И мы надеемся, что в высшей лиге появятся игроки, которые в следующем сезоне могут пополнить ряды команд Суперлиги. Мы очень на это надеемся. А по поводу ротации, она прописана у нас в регламенте. Что команда, которая выигрывает чемпионат высшей лиги, она имеет право играть в Суперлиги. Если все критерии, при соблюдении критериев, да, это прописано много лет, и так оно, в принципе, происходит. Аматоры, эта процедура уже началась. И аматоры у нас регистрируются. Сейчас у них есть две таких опции. Они могут подавать свои заявки, точно так же, как это делают и клубы, которые играют в наших чемпионатах во всех дивизионах. Точно так же могут это делать и аматоры. И вторая опция, это можно делать через сайт Федерации баскетбола Украины. Процесс пошел. Со следующего сезона мы рассчитываем так, что эта регистрация будет только через сайт.